А что у нас, ребята, в рюкзаках? Так, а когда ты успел? Ты же только сейчас подошел, минут пять не прошло. И уже 200 рублей в кармане. Да что это такое? Что с детьми-то случилось? А ты что по одному собираешь? Где твое ведро? А ты ему собираешь? А 200 рублей делить будете? Ладно, так, ребята. Самый мелкий маньчжурский абрикос. Редчайший случай, когда, будучи выращены из семечки, из косточки, это мощнейшее дерево. Но оно достаточно молодое, ему порядка 20 лет. Оно пока неофициально, оно заменит патриарха, я уже говорил об этом. Оно наиболее похоже на него, наиболее. Оно самое урожайное, уже будучи назначенным преемником абрикоса-патриарха, из молодежи. Каждый год оно самое урожайное было и осталось. Видите? Смотрите, смотрите, смотрите. Вот такое, сейчас это все падало. Сейчас на ваших глазах, Тимоша ведро полное этих абрикосов унес. Вот одно ведро будет. Заметьте, пока ничего еще и как бы не падает. Вот это будет второе ведро. Примерно. И третье ведро. Так, смотрим с этой стороны. Сколько их осталось на дереве? Пустяк. Ведер 7-8 еще есть, а может все 10. Ой, ой, не-не-не, если вот это все смотреть, что вот такие грозди, на каждой ветке по ведру, а может и 15. Но, еще раз, у него будет особое название. Вот эти косточки будут собраны и высушены отдельно. То, что сейчас Тимоша понес. Название у него будет уже, помните, у меня пока официально Сын Манджурса номер 1, Сын Манджурса номер 2, Сын Манджурса номер 3, Сын Манджурса номер 4, Сын Манджурса номер 5. Господи, ну и урожайщик. Как же я этот назову? Отойду подальше, чтобы по всей красе увидели. Как это я назову? Вот. Это я назову. Так, преемник, преемник абрикоса-патриарха. Ой, нет, я название придумаю. Ну, вы догадайтесь потом, о чем речь идет. Сейчас я отключусь и сфотографирую еще всю эту красоту. Это будет уже для рекламы. Ну, по раз уж я тут. Вот. Работа девочки Леры, Валерии Железовой. Ну, так как их нет, придется за них работать мне. Вот так вот. Вот так вот так вот так. Хорошо дождь прошел. Видите, почка тронулась у вас, смотрите. Вон она маленькая, вот. Это значит, что корни начинают появляться. Так, вот так вот я сделал. Сейчас вторую закрою. Когда почки появляются, хорошо жара окончилась, иначе бы все это сгорело на жаре. Почему? То есть здесь защита только получилась с запада. А иные годы проносит. Да, солнце-то хорошо укореняется. Видите, вот он пошел росток. Быстро укореняется. Но жару они могут сгореть. Вот. Ну, буквально через час солнце уйдет, и вот это будет все накрыто. Вот это будет накрыто тенью. Ладно, некогда мне отвлекаться. Вот. Мне надо идти вот туда, к тем абрикосов. Там могли остаться крупноплодные. А у меня гости будут. Чем угощать будут? Все, друзья. Еще раз полюбовались на преемник. А может так и назвать преемник абрикоса патриарх. Он сыпется на глазах. Видели, ветка шатается. С нее упала очередной плод. Ну все, до свидания. Вот. Это для самых северных районов. Почему? Не их за все годы. Если ему 20 лет, то плодоносит 15. Ну, хоть бы раз урожай пропустил. И каждый раз мучает нас такими урожаями. Я уже жалуюсь на него. А потом я вам продаю. А вы не покупаете. Плохо покупаете. Должен уже быть в каждом саду соки, компоты, варенье. Это же с него соки, компоты, варенье. С этих самых. Он легкий. Он переносит переезды. Он может лежать в холодильнике месяц-два. Нет. Кстати, пока будет лежать в холодильнике, набирать сахаристость. Все, друзья, пока. А то договорились, начнем с вами ругаться. Налетай, подешевела. До 1 августа 15 рублей кусочка. Хоть такая, хоть с этого. С академика. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!